Глава девятая Книги Пророка Ездры И смешалось семя святое с народами иноплеменными, и притом рука знатнейших и главнейших была всем беззаконии первою. Услышав это слово, я разодрал нижнюю верхнюю одежду мою и рвал волосы на голове моей и на бороде моей, и сидел печальный. Тогда собрались ко мне все убоявшиеся слов Бога Израилева по причине преступления переселенцев, и я сидел в печали до вечерней жертвы. А во время вечерней жертвы я встал с места сетования моего и в разодранной нижней и верхней одежде пал на колено мои и простер руки мои Господу Богу моему и сказал, Боже мой, стыжусь и боюсь поднять лицо мое к Тебе, Боже мой, потому что беззакония наши стали выше головы, и вина наша возросла до небес. С одни отцов наших мы в великой вине до сего дня, и за беззакония наши преданы были мы, цари наши, священники наши, в руки царей иноземных, под меч, в плен и на разграбление и на посрамление, как это и ныне. И вот по малому времени даровано нам помилование от Господа Бога нашего, и Он оставил у нас несколько уцелевших, и дал нам утвердиться на месте святыни Его, и просветил глаза наши Бог наш, и дал нам ожить немного в рабстве нашем, мы рабы, но и в рабстве нашем не оставил нас Бог наш. И склонил Он к нам милость царей персидских, чтоб они дали нам ожить, воздвигнуть дом Бога нашего и восстановить Его из развалин Его, и дали нам ограждение в Иудее и в Иерусалиме. И ныне, что скажем мы, Боже наш, после этого? Ибо мы отступили от заповедей Твоих, которые заповедал Ты через рабов Твоих пророков, говоря, земля, в которую идете вы, чтоб овладеть ею, земля нечистая. Она осквернена нечистотую иноплеменных народов, их мерзостями, которыми они наполнили ее от края до края в осквернениях своих. Итак, дочерей ваших не выдавайте за сыновей их, и дочерей их не берите за сыновей ваших, и не ищите мира их и блага их вовеки, чтобы укрепиться вам и питаться благами земли той, и передать ее в наследие сыновьям вашим навеки. И после всего, постигшего нас за худые дела наши и за великую вину нашу, ибо Ты, Бог наш, пощадил нас не по мере беззакония нашего и дал нам такое избавление, неужели мы опять будем нарушать заповеди Твои и вступать в родство с этими отвратительными народами? Не прогневаешься ли Ты на нас даже до истребления нас, так что не будет уцелевших и не будет спасения? «Господи Божий Израилев, праведен Ты, ибо мы остались уцелевшими до сего дня, и вот мы в беззакониях наших пред лицом Твоим, хотя после этого не надлежало бы нам стоять пред лицом Твоим». «Господи Божий Израил»